Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 7 класс. Page 89. Страница 89. Read again and mark the sentences T – true, or F – false, or D – S – doesn't say. Прочитайте снова и отметьте предложение буквами T – правда, F – неправда, или D – S – несказано. Первое. Dave has packed lots of clothes. Dave уже упаковал много одежды. Doesn't say – несказано. Второе. Dave bought the shampoo. Dave купил шампунь. Doesn't say – несказано. Третье. Dave hasn't packed his trunks. Dave не упаковал свои плавки. False. Неправда. Четвертое. Dave hasn't got a phone card. У Дэйва нет телефонной карты. Дэйв не приобрел телефонную карту. T – true. Верно. Speaking. Задание четвертое. Use some of the items on page 88 to act out similar dialogues. Используйте некоторые из предметов на странице 88, чтобы разыграть похожие диалоги. Ну вот такой диалог можно разыграть. Have you finished packing for camp? Ты уже закончил собираться в лагерь? Not yet. Нет еще. You have been packing all morning. Ты собираешься все утро. Do you need any help? Тебе нужна помощь? Yes, please. Да, пожалуйста. I am sure I have forgotten something. Я уверен, я что-то забыл. Have you packed your shampoo and toothbrush? Ты уже упаковал свой шампунь и зубную щетку? Yes, I have. Yes, I have. Have you packed your towel and soap? Ты уже упаковал свое полотенце и мыло? Oh, bother! Какая досада! I forgot to pack my towel. Я забыл упаковать мое полотенце. Put it. Положи его. And don't forget ring me up when you get there. И не забудь позвонить мне, когда ты туда приедешь. Grammar. Грамматика. Present perfect simple and present perfect continuous. Давайте сначала вспомним, что это вообще за времена. Итак, the present perfect tense, которое здесь у них называется present perfect simple, это одно и то же. Это настоящее завершенное время. Это время используется, если действие уже завершилось. Если вам трудно понять по смыслу, смотрите по словам-маркерам. Ever когда-нибудь, never, никогда, already, уже, yet, еще, just, только что, before, до. Это время образуется по схеме. Глагол to have, ну, он бывает have, когда я и много, а бывает has, когда кто-то один. Плюс второй глагол, если он правильный, то у него будет окончание иди, а если неправильный, то третья форма. Пример. Я уже купила книгу. Действие завершилось. Книга куплена. I have bought a book already. Have bought. Present perfect tense. Настоящее завершенное время. А present perfect continuous – настоящее завершенно продолженное время. Вот оно. Это время используется, если действие началось в прошлом и продолжается до сих пор. Если вам трудно по смыслу, тогда слова-маркеры since – с тех пор, как, for – в течение какого-нибудь времени. Это время образуется по схеме. Глагол to have, ну, понятно, что он бывает have, а бывает и has, плюс been, плюс второй глагол смысловой, ну, уже третий в данном случае, с окончанием in. Пример. Она делает уроки с утра. То есть действие началось в прошлом и продолжается до сих пор. Она эти уроки еще не сделала. Она еще в процессе. She has been doing her homework since morning. Задание пятое. Which example emphasizes? Какие примеры показывают? The length of an action. Длительность действия. Вот длительность – это точно present perfect continuous будет. The results of an action. Результаты действия. Это будет present perfect – завершенное время. An action which started in the past and has continued to the present. Действие, которое началось в прошлом и продолжается в настоящем. То есть до сих пор так и продолжается. Это present perfect continuous. An action that took place sometime in the past. Действие, которое имело место некоторое время в прошлом. Это present perfect. A repeated action. Повторяющееся действие. Это present perfect continuous. И вот нам надо разобраться, что из примеров, какое здесь время показывает. Первое предложение. I've known her since primary school. Я знаю ее с начальной школы. Это действие, которое началось в прошлом и продолжается в настоящем. Вот. An action which started in the past and has continued to the present. По идее, это должно было бы быть present perfect continuous. Но! Здесь слово know – знать. Вы, может быть, не в курсе, но есть такие глаголы, которые никогда в continuous не ставятся. Это глагол see – видеть, to be – быть. Это слово understand – понимать. И вот в том числе слово know – знать. Поэтому вот это предложение поставить в present perfect continuous нельзя. Поэтому мы ставим в present perfect. Второе предложение. We have already seen that film. Мы уже посмотрели этот фильм. То есть все, результат налицо. Действие завершилось. Это действие, которое имело место в течение некоторого времени в прошлом. An action that took place some time in the past. Третье предложение. He has been reading for two hours. Он читает уже в течение двух часов. Это present perfect continuous. Длительность действия. The length of an action. Четвертое. She has broken her arm. Она сломала руку. She has a cast. У нее наложена шина. Это результат действия. The result of an action. Пятое. I have been going to that cafe for 20 years. Я хожу в это кафе уже в течение 20 лет. Это повторяющиеся действия. A repeated action. И, как вы, наверное, заметили, это present perfect continuous. B. Fill in the blanks with the present perfect simple or present perfect continuous. Заполните вот эти пропуски временами. Или present perfect. Или present perfect continuous. Dear diary. Дорогой дневник. I am really enjoying myself at camp. Мне реально нравится в лагере. So far I have met two boys. Mike and Tim and a girl Jasmine. Недавно я встретил двух мальчиков. Майка и Тима. И девочку Жасмин. Это результат действия. То есть уже встретил. Поэтому используем present perfect. Have met. They are really nice. Они реально хорошие. Мы работаем вместе над научным проектом в течение последних двух дней. То есть действие началось в прошлом и до сих пор продолжается. Длительное действие. Они до сих пор еще работают уже в течение двух дней. Это present perfect continuous. Tim has been coming to education camp since he was six. So he helps us out all the time. Тим посещает образовательный лагерь с того времени, как ему было шесть лет. Так что он помогает нам все время. То есть заметьте, действие началось в прошлом, когда ему было шесть лет и до сих пор он еще туда ездит. Это present perfect continuous. Я очень устал, потому что мы плавали все утро. Длительность действия. All morning. Все утро. Между тем я должен идти. I have joined the drama club and we've got a meeting now. Я присоединился к драматическому клубу и у нас сейчас встреча. То есть уже присоединился. Действие завершилось. Present perfect. Have joined. Game. Игра. The leader makes a statement. Лидер говорит какое-то утверждение. In teams, guess what he or she has been doing. В командах угадайте, что он или она делает. Leader. I'm tired. Я устал. Или I'm excited. Nervous. Или я взволнован, нервничаю. И have you been tidying your room? Ты убирал свою комнату и так далее. Но это вы с учителем сделаете. А вот listening. Задание шестое. Listen to Robert and Marie talking about shopping. Послушайте, как Роберт и Мари разговаривают о шопинге. Where did each of the children buy their presents? Где каждый из детей купил свои подарки? Первое. Robert. Book shop в книжном магазине. Это B. Marie. Clothes shop. Магазин одежды. F. Andy. Andy. Shoe shop. Обувной. D. Natalie. Jewelier shop. Ювелирный. C. Sarah. Video shop. G. Видеомагазин. Ну где видеоигры и так далее продаются. Everyday English. Ежедневный английский. Buying necessities. Покупка необходимых вещей. Задание седьмое. A. Complete the dialogue. Дополните диалог. Listen and check. Послушайте и проверьте. Telecard. Телефонная карта. Ну раньше такие были. What type? Какой тип карты? International. Международная. 20 паундс. 20 фунтов. Local. Местная. 12 паундс. 12 фунтов. What factor? Какая степень защиты? Sunscreen. Солнцезащитный крем. Low. Низкий. 10. Pounds. 25 пенс. Medium. Средняя. 15. Pounds. 30 пенс. High. Высокая. 29. 9. Pounds. 95 пенс. What size? Какого размера? Swimming trunks. Плавки. Small. Маленькие. Medium. Средние. Large. Большие. 28 паундс. What flavor? С каким вкусом? Чоколад. Чоколад. Ванилла. Ваниль. Стробери. Клубника. Омонд. Миндаль. 56 пенс. A scoop. 56 центов за порцию. Hello. I'd like a phone card, please. Привет. Я бы хотел телефонную карточку, пожалуйста. Sure. Конечно. What type? Какого типа? Local, please. Местную, пожалуйста. Here you are. What? How much is it, please? Сколько это стоит, пожалуйста? 12 pounds. 12 фунтов. Sorry, how much did you say? Извините, сколько вы сказали? 12 pounds. 12 фунтов. Here you are. What? Thank you. Спасибо. B. Portfolio. Act out similar short dialects for the rest of the items in the pictures. Разыграйте похожие короткие диалоги для остальных предметов на картинках. Record yourselves. Запишите сами себя. Начнем с солнцезащитного крема. Hello. Привет. I'd like a sunscreen, please. Мне бы хотелось солнцезащитный крем, пожалуйста. Sure. Конечно. What factor? Какая степень защиты? High, please. Высокая, пожалуйста. Here you are. Вот. How much is it, please? Сколько это стоит, пожалуйста? 29 pounds. 95 пенс. 29 фунтов 95 пенсов. Sorry, how much did you say? Простите, как вы сказали? 29 фунтов 95 пенсов. Here you are. Вот. Thank you. Спасибо. Дальше. Плавки. Swimming trunks. Hello. Привет. I'd like swimming trunks, please. Я бы хотел плавки, пожалуйста. Sure, конечно. What size? Какой размер? Medium, please. Средний, пожалуйста. Here you are. Вот. How much is it, please? Сколько это стоит, пожалуйста? 28 pounds. 28 фунтов. Sorry, how much did you say? Простите, сколько вы сказали? 28 pounds. 28 фунтов. Here you are. Вот. Thank you. Спасибо. И теперь мороженое. Hello. Привет. I'd like an ice cream, please. Я бы хотел мороженое, пожалуйста. Sure, конечно. What flavor? Какой вкус? Или с каким вкусом? Almond, please. Со вкусом миндаля, пожалуйста. Here you are. Вот. How much is it, please? Сколько это стоит? 56 пенс for a scoop. 56 пенсов за порцию. Sorry, how much did you say? Простите, сколько вы сказали? 56 пенс for a scoop. 56 пенсов за порцию. Here you are. Вот. Thank you. Спасибо. Продолжение следует...